14 часов 4 минуты московское время. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. В эфирной студии счастливо улыбается Александра Хайрулина. Всё верно, Роман тоже счастлив, хоть и тщательно это скрывает. Рукоплещет там внутри, радуется. Потому что счастье как-то привалило и в этом красивом клипе Александра Когана счастье, но и самое главное, его присутствием здесь в студии, как-то прям счастье, привалило, правда, Саша. Спасибо вам огромное. Здравствуйте. Очень приятно, что вы меня сюда пригласили. Рад нашему знакомству. Мы тебя ждали целый год. Убишь, пока гастроли, пока записи. И сейчас летом у тебя очень много работы, и посмотришь твой инстаграм, у всех артистов какие-то купальники, пляжи, а у тебя студия. Студия, нот на этих ради. Да, даже как-то обидно становится, когда действительно смотришь и общаешься со своими коллегами, и они там рассказывают, как они прекрасно отдыхают, проводят время на пляжах с детьми, с семьями. А я здесь, в студии, в Москве. Это же любимая работа. Это любимая работа, кстати, действительно. И жаловаться не приходится, потому что ежедневно я занимаюсь таким действительно делом, которое люблю. И ведь рождаются эти шедевры настоящие. Вот, например, как та песня, с которой ты к нам сегодня пришел. Друзья, сегодня будет премьера, мы уже вам так несколько слов с Романом сообщали, но песня действительно очень красивая. Но тем более мы были просто в приятном шоке, когда узнали, кто автор этой песни. Саш, ну расскажи, вот сам вот расскажи, как вообще это все случилось? Ну, на самом деле интересная история. Я получил звонок, мне позвонил Виктор Дробыш, музыкальный продюсер. Это еще обычная история дальше. Да, музыкальный продюсер и композитор. Кому Виктор не звонит на шоке именно. И сказал, ты знаешь, вот такая удивительная ситуация. Ко мне пришла Мария Захарова. Я говорю, Мария Захарова это МИД, что ли? Дробыш говорит, ты встал, конечно. Официальный представитель МИД России. Он говорит, ну да, ну да. Вот, пришла она ко мне и говорит, что вот написала текст для песни, и напела мелодию, и видишь, чтобы Коган ее исполнил. Я сначала думал, что это вообще какой-то розыгрыш. Ты же с 1 апреля тебе позвонил. Ну, конечно. Я говорю, ну ладно тебе. Причем тут МИД, Захарова, Дробыш, песни. Я говорю, пошутили и хватит. Тем не менее, встреча состоялась. С Захаровой я познакомился. Дробыш мне рассказал, что готов продюсировать эту песню. И когда я прочел текст, вернее, стихи на эту песню, сразу цепанул. Вот как-то, знаете, прочувствовал сразу. Хотя пролежала она у меня в загажнике где-то 2 года. Ага. Вот 2 года я ходил, носил ее, чувствовал, пробовал разные варианты. Вот. Но тем не менее, случилось. Записали. Слушайте, ну Машу, я знаю, что Марию очень любят в нашей стране. Конечно, она умница. Она действительно большая умница. Она образец для подражания. Гордость нашей, гордость МИДа. Но то, что она еще такие стихи чудесные пишет, это для всех откровения. Ну, я очень рад тому факту. Я чувствую себя счастливчиком, потому что это первые ее стихи и песни, которые она вообще написала. И я горд тем фактом, что именно мне досталось спеть ее. А вот я, например, сейчас побаиваюсь. Нажми, то может большую потерю понести. Если вдруг Мария решит, что зачем мне это надо. Я сейчас лучше буду писать красивым артистам замечательным. Почему она обратилась к тебе? Потому что ты политолог. То есть, как бы, знаешь, вот... Я с ней, естественно, позже подружился. Мы стали общаться. И я спросил именно этот вопрос. Она сказала, нет, ты знаешь, я сидела на какой-то тусовке, где звучали твои песни. И я обратила на тебя внимание. А потом, когда стала спрашивать, кто тебя знает, то наткнулась на имя Дробыша. И вот таким образом она вышла на меня через Виктора Дробышу. А музыку вы написали с Виктором вместе? Ну, на самом деле, вся идея этой песни принесла Маша. Даже намурлыкало вам что-то? Да-да-да. А Виктор Дробыш и я, мы действительно там внесли свои какие-то коррективы и правки. Ну, как профессионалы просто там. Ну, вы-то, конечно, да. Ну, вы знаете. Вот. И поэтому, да. Ну, на самом деле, вот, что очень достойно, это то, что два года... У меня такого не бывало. Что два года, целых два года я носил эту песню. Слушал постоянно. И хотя был уверен, что эта песня моя. Но вот, знаете, такое бывает, что вот это мое, и все, ты без нее не можешь. Тем не менее, как-то... Должно было созреть, наверное, Саша. Да, чувствовал такую огромную ответственность. Вот. Правильное слово, ответственность. Потому что каждая песня, это ты несешь ответственность за эту песню. За каждое слово ты должен постоять. Вот. И поэтому... А потом еще случилось. Еще и удивительнее. Михалков... Никита Михалков. Никита Михалков. Позвонил Марии Захаровой и попросил ее, чтобы эта песня прозвучала на закрытии кинофестиваля. Московского международного кинофестиваля. Сначала, конечно, Мария тоже, так же, как и я, сказала, ну, это, наверное, шутка какая-то. Вообще, я не хочу позиционироваться со своими песнями. Но, тем не менее, я горд тем фактом, что закрывал 39-ю. Это в конце июня 29-го. Да, да, да. МНКФ 39. И более того, есть даже в интернете канал Культура, по-моему, снимал у вас небольшое коротенькое интервью с Барией вместе. Да, да, да. Она стоит очень красивая. И видно, Бария смущается. Она еще вот, если как официальный представитель МИДа, она уже выглядит очень уверенно, то здесь видно, что она немножечко стеснялась, смущалась. Саш, скажи, пожалуйста, есть ли у других представителей Министерства иностранных дел возможность тебе предоставить свои стихи? Ведь Сергей Лавров, известно, всем тоже пишет стихи. Потрясающе, да? Я этого не знал. Я так далек от политики, если честно. Ну, естественно, когда... А политика как близка к музыке, к тебе видишь? Вот, оказывается, как, да. Ну, что делать? Самое главное, что политика... В общем, ты открыт для предложений. Политика должна оставаться политикой, а музыка музыкой. Ни в коем случае нельзя, чтобы они сравнивались. И лишь иногда сходиться вот в такие замечательные тандемы и потрясающие песни выражаются. И скажи, пожалуйста, может быть, Мария Захарова еще что-нибудь предложит тебе? Или уже предложила тут вот как... Я попросил Марию, если у нее вдруг появятся минуты свободного времени, чтобы она попробовала написать еще какие-то стихи или строчки, за которые я могу зацепиться. Дело в том, что действительно очень тяжело найти достойные слова. Вроде бы пишут очень многие, а вот прочувствовать и прожить каждое слово... Скажи, пожалуйста, своих любимых поэтов, чтобы люди, которые пишут стихи сейчас, и, может быть, они в этой же стилистике работали тебе и присылали. Стали подражаться. Ну, вот прямо буквально перед тем, как зайти в вашу студию, я разговаривал с Андреем Дмитриевичем Дементьевым. Вот, и сейчас мы тоже работаем над одной новой композицией. И я надеюсь, что вы тоже ее скоро услышите. Мы тебе желаем удачи. Спасибо огромное. Спасибо. Саш, ну, вот твоя новая программа и вот эта вот фотография, где ноты, практически симфонический оркестр, что там у тебя задумано? Прямо сегодня я нашел свои старые партитуры и хочу возродить этот проект. Дело в том, что я сейчас так провожу некую внутреннюю политику своего репертуара. Вот. И решил исполнять такие более предджазовые вещи, наверное, так можно сказать. Да, где будет присутствовать и биг-бенд. Ну, я всегда выступаю в живой группе, а здесь вот хочется прибавить больше меди, что ли, и больше драйва. Такой эстрадный будет, да? Ну, он будет эстрадный и оригинальный материал, да. Это не будет считаться мейнстримом, тем не менее, рано или поздно все равно мейнстрим придет. Оркестровый коган такой, да? Конечно. Точно. Будет здорово. Саша, мы, конечно, будем тебя ждать с твоей вот новой программы или так в новой аранжировке. Хорошо, я обязательно приду к вам сюда в замечательную студию. Я очень хочу здесь исполнить некоторые песни. Спасибо, спасибо. Нам это приятно слышать. Когда примерно программа будет готова, скажи уже. Я думаю, что к концу октября уже полностью программа будет поставлена для кастролей. Все новогодние корпоративы, все двои. Ну, и давайте немножко музыки пустим у нас в эфире. Наталья Подульская, «Маму я не обману», Александр Коган. Сегодня у нас в гостях мы продолжим общаться с гостями. Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ». Сегодня у нас в гостях певец-композитор и киноактер Александр Коган. Да, очень скоро, друзья, послушаем новую песню, очень красивую «Я ищу тебя». Автором слов здесь выступила Мария Захарова, официальный представитель МИДа, музыка. Виктор Дробыш, Александр Коган и Мария Захарова. В общем, очень серьезная такая команда. Идея музыкальная, да, композиция. Над этим. Ну и, конечно, мы с Романом должны узнать о клипе. Есть ли уже задумка, есть ли уже сценарий, да. Ну, на сегодняшний день мы ведем разговоры, и я очень бы хотел, чтобы Мария Захарова участвовала в самой главной роли. Она же там все не очень красиво еще. Она же там все не очень красиво еще. Она же там все не очень красиво еще. Да, да, да. Ну, она мне сказала, ты что, с ума сошел, что ли? Ну, она так всегда говорит, на все предложения. Это вообще не по моему адресу, поэтому... Ну, тем не менее, конечно же, мне бы хотелось снять или, как минимум, услышать эту песню в каком-то замечательном фильме. Потому что я все равно думаю, что эта песня, она прям заряжена такой энергетикой, энергетикой, где не удивлюсь, если это будет песня участвовать в саундтреке какого-то. Но в таком случае ты тоже должен быть в этом фильме, и не как артист, исполнивший песню и композитор, а как актер тоже. Тем более опыт есть. Если будет такое почтение, приглашение, естественно, я приму его. Скажи, пожалуйста, что у тебя сейчас с киноролями? Много ли предложений из Голливуда? Что вообще с этим? Вы знаете, вот очень интересная тема. Я буквально на прошлом месяце общался с таким кинорежиссером Константин Фам. Он достаточно молодой кинорежиссер, но сейчас будет снимать интересный фильм про Москву. Художественный фильм. Художественный фильм. И мы ездили в Монако на презентацию, на кинофестиваль Монако и презентовали эту идею в русском павильоне, где, в принципе, город Москва будет участвовать. Там много москвичей просто в Монако, наверное. Да, конечно. И Константин Фам меня пригласил туда в качестве композитора и музыкального продюсера. Вот. И сейчас мы уже скоро совсем начнем работать над этим фильмом. Подожди-ка, смотри. Если он тебя... Можно сэкономить. Ты уже композитор, музыкальный продюсер. Ты можешь еще спеть и сыграть. Да. Отлично. Хорошая идея, Роман. Я обязательно ее озвучу. Саша, у тебя дебютный альбом вышел в 2015 году. Так точно. Прошло уже два. Сейчас вот ты готовишь новую программу. Собрал крутую команду. Биг Бэнд. Ну и можно ли предположить, что после этого будет как раз сделана запись вот этой самой программы? Абсолютно. Конечно, конечно. Дело в том, что перед тем, как поехать с этой программой, я должен сначала проинформировать свою аудиторию и своих фанатов, с каким материалом я поеду. Поэтому первым... Чтобы они уже пили во время концерта. Первым делом это будет студийная работа. Сейчас просто у нас действительно идут репетиции, выявляется репертуар. Вот. А следующий этап это будет студийный этап. Вот. После этого, конечно же, мы придем к вам. Так. Спасибо. Да. В качестве промо. И я надеюсь, что уже к концу октября мы будем готовы поехать в гастроль. Ну а альбом-то будет называться, конечно, «Я ищу тебя». Еще не факт. Еще не факт. Еще ищут название, Сашенька. Да, да. Ну, в 18-м году, да, пластиночка следующая? Как вот все? Абсолютно. В конце 18-го года пластинка уже будет в продаже. Саш, только у тебя можем мы сейчас узнать, собственно, больше и не у кого. Как поживает маэстро Хулио Глесис? Ваши многолетние дружбы все знают об этом. Сотрудничество, не просто дружба, да, совместные гастроли и так далее. Я его очень часто вспоминаю. И таким образом у нас как-то так сложилось сразу на телепатии. Он звонит мне. И вот позавчера мы с ним разговаривали по телефону. Чувствовала. Он сейчас находится в Испании, в своем доме, отдыхает тоже. Вот. Все в порядке. Хотя годы берут свое, но он такой трудоголик и никогда не остановится петь. Поэтому... Как и ты. Скажи, пожалуйста, вот конкретно у него, чему ты научился у Вегле Сиаса, да? Я научился очень многому. От того, как позиционировать себя на сцене, от того, как общаться со своим зрителем и как уважать своего зрителя, до самых элементарных вещей технических. Как правильно держать микрофон и как правильно излучать свой голос. Подавать. Вот. И как слушать музыку. В принципе, на самом деле, стиль жизни Хулио и Глейсиса, он поразительный. И история его жизни, она тоже легендарная. Потому что он общался с такими замечательными людьми, с такими образами идеалов, можно так сказать, с тем же Франк Синатром, который в свое время помог ему стать Хулио и Глейсисом. Вот. А вы знаете такую пословицу? Тот человек, который пожал руку Фрэнка Синатра, его нужно уважать. Потому что есть за что. Вот. И поэтому мне очень всегда интересно общаться с ним и получать советы. Саша, на момент вашего знакомства ты тогда уже знал его репертуар, Хулио Глейсисом? Я на нем вырос. Знакомился бы этот фартист с Франк Синатром? Конечно. Потому что в детстве в доме моих родителей всегда звучали его композиции. И композиции Утесова, Синатра. Вот. А так вот судьба свела то, что соединило нас. И, естественно, никто даже не предполагал, что каким-то образом я буду стоять на одной сцене с Хулио и Глейсисом. А ты сам предполагал, вообще надеялся? Ну, детские мечты... Я мечтал, конечно. Я мечтал. Мне кажется, на самом деле, вот это так странно, но если человек искренне мечтает о чем-то и посылает вот в космос эти мечты, и искренне ждет какого-то ответа, мне кажется, всегда придет. Это такая вот визуализация, да? Это очень круто. Что еще ты слушал в детстве? Скажи, вот мы уже поняли несколько артистов. На чем рос Александр Коган? Мне близки очень многие жанры. Я на сегодняшний день тоже слушаю огромнейшее количество разного материала. Была же, Саша, классическая музыка. У тебя сестра, да, училась в консерватории. Абсолютно, да. Но она не в консерватории, в музыкальной школе она училась, да. Мы все читали только в консерватории. Ну, видите, вот интернет. Давай так, в музыкальной школе при консерватории. Вот так скажем можно. Но не закончила ее, кстати. Ребята, извините, пожалуйста, да. Мы должны прерваться и вернемся скоро. Да, пожалуйста. Мужчины и женщины, вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ». Мы продолжаем общаться с нашим гостем. И из нас троих в этой студии только один снимался в фильме с Джейсоном Стерхемом. Угадайте, кто это? Александр Коган, Ром, конечно, все сейчас в хором сказали. Многие артисты, Саша, спрашивают, как можно сняться, да, действительно, со Стерхемом в одном фильме. Фильм «Защитник», да? В «Защитник» в фильме как сняться? Это очень смешная история, так как режиссер этого фильма мой знакомый. И я, когда находился в Нью-Йорке, проживал в Нью-Йорке, работал над своим альбомом, он позвонил мне и говорит, у меня беда. Я вот прямо буквально завтра должен снимать сцену в ресторане русском. И те люди, музыканты, там должна быть музыкальная группа фольклорная, где поются там ресторанные песни русские. Вот. И они каким-то образом слетели, не попадаются. Что-то отмечали, видимо. Наверное. Может быть, день десантника было или что-нибудь. Ты говорит, пожалуйста, помоги мне. Ты знаешь каких-то ребят, которые могут мне помочь сняться, чтобы вот у меня эта сцена не завалилась? Я говорю, все нормально, Буас, я тебе помогу. И собрал ребят, и мы вот с гитаристом и со скрипачом поехали туда на съемку и провели там замечательное время на съемочной... И целый день там работали. Но даже не работали, а просто проводили замечательное время. Вы репетировали и тут что-то снимали, когда люди с камерами ходили. И сразу, да. В принципе, да, так и было. Но, Ром, согласись, у Саши практически все клипы — это тоже очень серьезные актерские работы. Безусловно. И это маленькие истории такие, очень важные, с внутренним переживаниями. Это все видно очень невооруженным глазом. Вот, кстати, мы сейчас буквально через полтора минутки посмотрим твой клип, если бы не ты. Расскажи, пожалуйста, кто вот в данном случае выступал сценаристом. Вот эта девушка очень такая интересная. Да, необычная. Да, я когда задумывал снять клип на эту песню, у меня почему-то сразу пришла такая идея, что этот клип должен снимать Аслан Ахматов. Он замечательный режиссер и постановщик. И когда мы с ним встретились, он прослушал эту песню и сказал, что эта песня должна быть не земная. Это должен быть какой-то сюр где-то с намеками на то, что это вообще не на этой земле происходит. И вот как-то мы стали с ним разговаривать, и пришли вот к такому результату. Потом поехали в Испанию, где там вулканический такой прям полуостров, и там засняли. И в принципе там участвовало только три человека, где съемочная группа. Бюджетненько. Да, бюджетненько, но получилось, по-моему, очень достойно. Впечатляюще. Да, в общем, выглядит ли было тебе страшно? Не было тебе страшно? Не, было очень жарко, потому что... А вот, в общем секрет от актерского успеха. Отопление там, знаешь, хорошее, да. Да, было очень жарко и утомительно. Саша, кто автор этой песни у тебя? Эту песню написал Виктор Дробыш, я немножечко внес в свои коррективы. Скромняга. Да, потом Тимофей Леонтьев и еще одного человека, которого я забываю. Коллективная работа, очень хорошая. Да, коллективная работа. Давай слушать, смотреть. Сумасшедшие мои мечты. Хочу лететь, бежать туда, где ты уснул. И с тобой просыпаться. Только ты могла меня спасти. Я разбиваю стену ревности, чтоб нам Больше не расставаться. Если бы не ты, не ты, не ты. Что бы я делал в мире это? Снова уходишь, оставляя лишь осколки от мечты. Не было больно, если не ты. Заискрились, словно провода. Между словом нет и словом да. Теперь... Слишком много сомнений. Мы нужны друг другу, ты и я. И все, что было в прошлом, дать тебя уже Не имеет значения. Если бы не ты, не ты, не ты, не ты. Что бы я делал в мире это? Снова уходишь, оставляя лишь осколки от мечты. Снова уходишь, оставляя лишь осколки от мечты. Не было больно, если не ты. И после этой красивой неземной работы Александра Когана, друзья, мы возвращаемся в земную студию телерадиоканала «Страна.ФМ». И буквально прямо через три с половиной минуты нас наконец-то с вами ожидает премьера новой песни «Я ищу тебя». Саш, ну вот Мария Захарова, поэтесса наша в том числе. Скажи, ее мнение было каково? Она сказала, что она тебе сказала? Она услышала первый раз в твоем исполнении эту песню. Принимала ли участие в записи? Отличнейший вопрос. Когда я ее записал, и когда Виктор поставил окончательную точку своего музыкального продюсерства, мы, естественно, послали Марии. Что она скажет? Ей жутко не понравилось. Да ты что? Ей не понравилось, как я исполнил. Стихи не понравились? Ей не понравилась аранжировка. Она сказала, ну, вы знаете, дело в том, что я действительно не профессионал в этом деле. Это, наверное, просто по ощущению. Но потом она сказала, ну, что-то я уже привыкла. Вроде бы неплохо. То есть вы-то не бросали сразу переделывать эту работу, да? Нет. Машка, послушай еще раз, пожалуйста. Здесь Виктор Дробыш уже применил такое некое свое твердое и сказал твердое. Ты знаешь, Мария, вот здесь уже ты не должна вступать в глубину творчества. Ну, мне кажется, что все-таки это отчасти скромность, скорее всего, она сказала. И больше немножко, наверное, потому что эта песня не понравится, не может. Да, но я, тем не менее, очень уважаю Марию. И действительно хочу, чтобы мы, когда будет минутка, и она напишет какие-то строчки, для моей новой песни я с удовольствием ее запишу. Саша, ты сам никогда не пробовал писать стихи? Стихи я пробовал писать, но это не самый мой главный такой конек. На английском языке мне, кстати, легче писать. Почему-то, я не знаю почему, но высказываться в своей мысли и запечатлеть вот эти эмоции на английском языке мне гораздо легче. И тут же вопрос, будут ли песни на английском языке, Саша? Наверняка, да. Когда? До конца 18-го года? Наверное, может быть, будет. Но так же очень часто бывает, что люди начинают писать гораздо позже слова. То есть петь, начали уже даже музыку сочинять, а потом приходят... Ну, здесь самое главное, мне кажется, иметь, что ты должен сказать, что ты хочешь сказать. То есть содержание — это приоритет любого жанра, любой дисциплины. Ну, пока, судя по твоим песням, это, прежде всего, любовь все-таки. Конечно. Все, о чем тебе хочется сказать. Вся жизнь — это только любовь. И немножко политика. Ну, вот в данном случае, в этой песне. Так уж получилось. Дорогие друзья, если вы сейчас слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ», мы вас просим прибавить громкость радиоприемников, своих компьютеров, телевизоров, потому что сейчас будет интересное музыкальное произведение. Возможно, эта песня будет, ну, началом нового цикла, который Саша будет делать уже совместно с политическими звездами нашей Родины. Да, очень скоро, как Саша обещал, все-таки появится клип, и мы очень ждем его с нетерпением. Но в данном случае сейчас, друзья, вы посмотрите, если я не ошибаюсь, концертные выступления Александра. Давайте узнаем. Поэтому, да, двигайтесь поближе к своим телевизорам, подвигайте к себе ближе гаджеты, и проявляйтесь в самое главное громкости, потому что премьера на телерадиоканале «Страна ФМ» — Александр Коган «Я ищу тебя». Ну все. Я ищу тебя сквозь десятки лиц, Я ищу тебя в стаях диких птиц, Я ищу тебя каждый день и ночь, Я ищу тебя и гоню всех прочь. Я знаю, дождусь, я верю, придет, Тебя я коснусь, и мечта живет. Ты скажешь, я тут, ты обнимешь, любя, И за пару секунд я пойму, все не зря, все не зря. И за пару секунд я пойму, все не зря. Я ищу тебя, хоть и сил уже нет, Я ищу тебя, без тебя не живу, Я ищу тебя, и я верю, найду, Я знаю, дождусь, я верю, придет, Тебя я коснусь, и мечта живет. Ты скажешь, я тут, ты обнимешь, любя, И за пару секунд я пойму, все не зря, все не зря. Я знаю, дождусь, я знаю, придет, Тебя я коснусь, и мечта живет. Ты скажешь, я тут, ты обнимешь, любя, И за пару секунд я пойму, все не зря, все не зря. Очень хочется сказать сейчас, пожалуйста, повторите. Действительно, не зря. Браво. Но одно радует, что эта песня в любом случае в нашем эфире еще будет обязательно появляться, но кроме всего прочего, ничто не мешает нам ее закачать со телефона. Да, Саш, можно же уже? Конечно же можно, и даже нужно. И даже нужно. Александр Коган, премьера песни «Я ищу тебя» на телерадиоканале «Страна.ФМ». Тебе огромное спасибо. Просто. И, конечно же, Мария Захарова, официального представителя МИД, автора слов. А Виктору Дробышу и Никите Сергеевичу Михалкову, который, собственно, и предложил эту историю всю красивую показать на закрытие. Вы знаете, я бы еще отметил, конечно, работу аранжировщиков. Вот, может быть, это, конечно, сам Дробыш делал, но работа аранжировщиков... Это сам Дробыш. Молодец. Сам Виктор Дробыш принял. Виктору Дробышу дам. Респект. Все было красиво. Саш, лето продолжается, и, собственно, ну, как-то люди пытаются отдыхать. У тебя-то что? Как вообще? Кроме музыки, что есть у тебя еще в жизни? Кроме музыки у меня нет больше ничего. Ну, хоть какой-то спорт, может быть. Ну, естественно, каждый день я пытаюсь бегать, хотя это не каждый день получается, но каждый день я хотя бы пытаюсь заниматься спортом. Пытаюсь вести очень такой здоровый образ жизни. И, в принципе, ничего. Ребят, все очень скучно со мной. Я вот просыпаюсь, после завтрака еду в студию, вот, приезжаю и иду отдыхать. И вот так разобраться. А, Саша, он в студии сидит на велотренажере. Я хотела спросить, что такое здоровый образ жизни все-таки в представлении Александра Гоголя? Ну, вот это когда просыпаешь, пьешь там какой-то фреш сок, идешь в спортзал, занимаешься спортом, потом идешь, загораешь, потом, я не знаю, берешь интересную книгу, читаешь, вот. Друзья, вот он, здоровый образ жизни. И работа здесь, никоим образом вообще, заметьте, не появляется. Рома, пойдем. У меня вот какой еще вопрос. Вокал очень красивый, очень достойный. Часто ли ты занимаешься? То есть показываешься ли ты преподавателем, что-то тебе говорят? Это же такая тоже история. Это серьезная история, очень серьезная история для вокалиста и для любого музыканта. Естественно, я занимаюсь ежедневно, есть специальные упражнения, которые я делаю каждый божий день. Кто для тебя пример вокалиста? Вокалиста? Вы знаете, очень много таких замечательных примеров, но я не буду сейчас брать оперных певцов, потому что, мне кажется, они самые главные примеры. Ну, конечно. Вот. Но мне почему-то нравится голос Барбара Страйзен. Вот насколько она владеет своим голосом и техникой ее пения, мне кажется, очень достойно. А как тебе кажется, Саш, в какой момент нужно остановиться с занятиями по вокалу? Он может наступить вообще? Он... Нет. Нет. И даже, например, Хулио Глейсис тоже самое. Он по сей день занимается. Естественно, уже без педагогов. Сам себе педагог. Да. Но он сам встает и распивается по технике, которую учил его учитель. Вот. Мне кажется, заниматься нужно всегда, потому что нету предела совершенства. Это правда. Вот такой вопрос тебе сейчас скажи, пожалуйста. Близка ли тебе хоть как-то, может быть, клубная культура, рэп-культура? И нет, у тебя желание поэкспериментировать с этим направлением? Открыт ли ты для этого? Ну, я, как ранее сказал, слушаю огромное количество разных жанров и уважаю каждый из них. Но на сегодняшний день у меня в планах нету заниматься рэпом. Но может быть, кстати, возникнет такой тандем, где под мою музыку я попрошу сотрудничество с каким-то артистом, рэпером. Саш, делают ли ремиксы на твои песни, присылают ли тебе? Очень часто. Очень часто присылают. Это была совсем недавно песня «Я с тобой», которая получилась именно потому, что после услышанной песни на интернете и на разных радиостанциях мне стали присылать разные ремиксы. И в письмах стали присылать такие прям «Пожалуйста, запишите клип на эту песню». И я так и сделал, в принципе, на песню «Я с тобой», где мы взяли ремикс-версию, не оригинальную версию, где я прям приложил столько много усилий и работы, а именно на ремикс-версию. И вы знаете, молодежная сторона моих фанатов почему-то проявили очень большой интерес. Ну, насколько мы понимаем, фанаты в основном они в ВКонтакте у тебя, да, чтобы связаться с тобой. Как лучше? В ВКонтакте, через Инстаграм, через мой сайт. Пожалуйста, связывайтесь, я сам лично люблю контролировать эту ситуацию, да, и порой отвечаю. Саша, у тебя были сотрудничества с несколькими даже зарубежными продюсерами. Ну, дольше-то всех вот выдержал Виктор Дробыш, наш дорогой, родной. Это точно. Виктор Дробыш, он замечательный не только человек, но очень квалифицированный музыкант. И когда мы с ним встретились, сразу как-то поймали такую волну, где у нас было взаимопонимание. И мне с ним действительно очень легко работать и сотрудничать. Вот, и, естественно, музыкальный мир, он очень тесен. Все друг друга знают, все про друг друга что-то имеют сказать, что сказать. Вот, поэтому Виктор Дробыш, он действительно остается моим другом, и периодически мы с ним сотрудничаем. Но при этом ты не исключаешь сотрудничество с каким-то зарубежным продюсером. Нет, не исключаю. Вполне возможно, такое будет. Я знаю, что я все же думаю, смотрю на Александра Рома, что у нас, пожалуй, такого вот солнечного человека. Это и был ли вообще у нас такой студент? Слушай, а давай-ка спросим, где он черпает эту солнечную энергию туда? Саш, где тот источник? Вот это надо спросить у моих родителей, наверное. Ну ты же спрашивала. Чем они тебя подзаряжают? Я не знаю, я всегда просыпаюсь и уже благодарен Всевышнему, что проснулся и ощутил жизнь. Ну, установки-то тебе какие родительские говорят? Вот, Саш, то-то-то-то, а это вот нет. Самое главное оставаться в гармонии с самим собой и никогда не предавать внутреннее «я». И делать добро. Ты сразу нашел свое «я». Вот когда ты сказал сам себе, что я буду музыкантом? Все. Сразу же после университета, где я закончил в Вашингтонском университете, на политолога-дипломата. Вот, и приехал в Москву и уже понимал, что в одной руке у меня есть депо. Стоял перед дверями МИДа и думал, нет, не пойду. Да, нет, сразу уже было ясно то, что мое внутреннее состояние, именно хотел заниматься музыкой. И сейчас это видно действительно, что ты занимаешься делом в своей жизни и очень любишь. Это видно и по тебе, и по музыке, и по клипам. И мы ждем новых клипов, Саша. Спасибо тебе большое. Спасибо вам огромное за приглашение. Я буду обязательно Вас посвящать. Да, у Вас новые новости, все, что у тебя происходит. Спасибо вам. Спасибо огромное, конечно, за песню. За все песни твои, еще у тебя отдельное спасибо. Марии Захаровой, проломенный привет по возможности. Обязательно. Снижайшие поклоны. Мы, конечно, ждем Марию к нам в гости. Надеюсь, что он там придет. И тогда вот цветок. Мы обратимся сейчас к творческим людям, которые по всей стране пишут музыку, пишут стихи. И к Саше можно обратиться через ВКонтакте и предложить какие-то свои материалы. Обязательно присылайте. Для меня это будет почтением. Александр Коган. Саш, спасибо еще раз. Спасибо огромное. Продуктивного лета. Спасибо вам. До новых встреч. Всем привет. Спасибо тебе огромнейшее. Пока. Сели радиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну.